Мастер-класс В первой части данного мастер-класса мы с вами научимся делать центральную часть данного кулона. В второй части мы закончим данный кулон и сделаем с вами вот эти вот закрученные элементы, которые очень красиво смотрятся и которые являются самым вот таким вот, самой изюминкой данного кулона. Он в действительности очень красиво смотрится, он держит форму, он выглядит ну таким вот очень оригинальным дополнением, так как его техника довольно таки не избитая. То есть вот все привыкли, что как-то вот украшение выглядит либо там оно плоское, либо оно какое-то объемное. А тут два элемента этих соединены между собой и оно с одной стороны плоское, а с другой стороны довольно таки объемное. Это довольно таки большой кулончик, он вот от начала до конца это 6 сантиметров порядка, 5,5 где-то так. Поэтому это может быть центральным украшением, центральным акцентом в вашем наряде. Итак, друзья, я вас приглашаю на просмотр материала, который будет необходим для данного мастер-класса и непосредственно на сам мастер-класс. Пройдемте. Итак, друзья мои, вот тот материал, который мы с вами будем использовать в сегодняшнем мастер-классе. Материала нужно совершенно немного, в моем случае это салатовый бисер, желтый бисер и черный бисер чешский 10 размера. Это плетение мы с вами будем делать на обычной нейлоновой ниточке, точнее я буду делать на нейлоновой ниточке, вы делайте на той ниточке, которая есть у вас. Но желательно, чтобы она была синтетическая, это раз. И второе, чтобы эта ниточка была не слишком толстая. Не слишком толстая, потому что толстой ниточкой тяжеловато плести. Но есть еще одна небольшая хитрость. Если у вас украшения, которые должны быть круглые и которые должны держать форму, ее не держат, тогда вы можете сложить ниточку в два раза и очень сильно затягивать. Когда вы затягиваете, понимаете, вот вообще вся проблема в круглых украшениях, которые не ложатся ровно, это исключительно в том, что они не сильно затянуты. Даже если вам кажется, что, не, ну я же затянула, ну вроде же нормально, да. Нормально и сильно, это разные вещи. Если бы вы вживую видели мои украшения, они затянуты нитка настолько сильно, что они от любой украшения, если оно должно держать форму, говорят, что там форму держат только украшения, которые сделаны на леске. Вранье. Потому что форму держат любые украшения, которые хорошо затянуты. Поэтому мы берем синтетическую ниточку и хорошо затягиваем Многие просят показать, как выглядит моя нитка Ну, ребят, я вам могу, конечно, показать вот она на вот такой вот бобинке Но я ее покупала не у нас, я ее покупала в Таиланде Поэтому я вам не могу сказать, как она называется Но она на самом деле очень тоненькая и состоит из, вот смотрите Есть ниточки, которые, ну, ниточки, они по-любому скручены И они состоят из нескольких ниточек Моя ниточка состоит из двух всего лишь То есть она достаточно тоненькая, но она синтетическая и она довольно крепкая Вы ее не можете просто там взять, дернуть и разорвать Не, ну, конечно, если сильно дернуть, то можете, вот, но этого делать не нужно Вот, собственно, вот так вот выглядит моя нитка Как найти ее, где ее можно найти, где можно купить, я не знаю Реально не знаю И хвала небу, что у меня еще бобины эти довольно-таки большие Вот, и мне про это еще думать не стоит Я заказала в одном из интернет-магазинов нитку Вот, должна скоро прийти, посмотрим, насколько она будет хороша И если что, то тогда я вам смогу посоветовать ниточку, где ее нужно брать Вот, собственно, вроде бы все рассказала Давайте будем приступать непосредственно к нашему мастер-классу И еще один очень важный момент, который довольно часто спрашивают Номера бисера Ребят, я, когда покупаю бисер, в основном сразу пересыпаю вот в такие вот коробочки Если не пересыпаю, то они хранятся, бисер хранится Сейчас я вам покажу Вот в таких вот пакетах, да А на этих пакетах, ну, очень редко сохраняются номерки Поэтому номеров, какой именно это бисер, какой я использовала Ну, мне тяжело сказать Поэтому, ну, вот, подбирайте как-то под себя Я поняла этот вариант, этот момент, он очень важен Многие про это спрашивают И в следующих, в дальнейших мастер-классах, когда я буду где-то покупать все-таки этот бисер Я буду стараться, чтобы эти номерки сохранялись и чтобы вы могли видеть непосредственно те номера, которые использую я в своем мастер-классе Все, теперь уже вроде точно рассказала все Давайте будем приступать к мастер-классу Итак, для начала одеваем ниточку в иголочку и делаем первый набор Первый набор у нас состоит из 8 бисеринок, в моем случае черного цвета И подтягиваем ближе к окончанию нитки Я, конечно, с дуру взяла очень длинную нить Вы так не делайте, берите такую нить, на которой вам будет удобно плести И проходим иголочкой по направлению снизу вверх через все вот эти вот бисеринки Ой, это ужас, конечно, длинная нить, сейчас я ее буду обрезать Вот, подтянула И теперь мы завязываем вот эти вот два края нитки на узелочек Раз Два Три Можно еще завязать на четвертый Больше не рекомендую, потому что после четвертого уже будет видно узел непосредственно на вот этом колечке Нам этого не нужно После чего эту ниточку можем обрезать, можем оставлять Проходим иголочкой через первую бисеринку, которая у нас идет сразу после узелочка Вот так вот Дальше мы с вами набираем две бисеринки черных Одну бисеринку желтую и две бисеринки черных Вот они у нас И проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, из которой у нас выходит ниточка Подтягиваем Далее опять набираем Две черных, одну желтую и две черных Проходим иголочкой опять через вторую, после той, из которой у нас выходит ниточка Подтягиваем Снова набираем две черных, одну желтую и две черных Проходим иголочкой опять же через вторую, после той, из которой ниточка выходит Снова набираем две черных, опять одну желтую и снова две черных И проходим иголочкой через вот эту бисеринку, с которой наш ряд начинался, а также через 2 бисеринки, которые идут сразу же после нее. После чего подтягиваем ниточку. Вот, друзья мои, что у нас с вами должно было получиться. Вот такой вот квадратик. Дальше мы с вами набираем 3 бисеринки желтых. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Снова набираем 3 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку первую. Подтягиваем. Вот что получается. Опять набираем 3 бисеринки желтых. Этот ряд у нас будет идти с желтыми бисеринками. Подтягиваем. Снова набираем 3 бисеринки желтых. Опять проходим иголочкой. Через вот эту черную бисеринку. Вторую с набора по 5. Ой, я тут леской плела и у меня кусочки лески еще валяются. Опять набираем 3 бисеринки желтых. И проходим иголочкой через вот эту черненькую бисеринку. Подтягиваем. Снова набираем 3 желтых бисеринки. Проходим иголочкой через вот эту желтую. Подтягиваем. Опять набираем 3 желтых. Проходим иголочкой через вот эту черненькую. Подтягиваем. Дальше, друзья, опять набираем 3 бисеринки желтых. И проходим иголочкой через вот эту черную, а также через 2 желтые бисеринки. Вот они у нас. Подтягиваем. Вот что мы видим, вот что у нас получается. Дальше, следующий ряд у нас идет тоже бисеринка исключительно желтого цвета. Но теперь мы с вами делаем набор по 5 бисеринок. То бишь, сейчас мы с вами набираем 5 бисеринок и проходим иголочкой через вот эту вот вторую бисеринку. Точнее, среднюю с набора по 3. Подтягиваем. Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, точнее не 3, а 5, извините, бисеринок. И проходим иголочкой опять через среднюю с набора по 3. Подтягиваем. Снова набираем 5 бисеринок. Раз, два, три, 4, 5. Проходим иголочкой опять через вот эту среднюю бисеринку. Опять набираем 5 бисеринок. Раз, два, три, 4, 5. Проходим иголочкой через вот эту среднюю. Подтягиваем. Снова 5 бисеринок. Раз, два, три, 4, 5. Проходим через вот эту. Подтягиваем. Опять набираем 5 бисеринок. Опять проходим иголочкой через среднюю. Снова набираем 5 бисеринок. Раз, два, три, 4, 5. Опять проходим через среднюю. И последний раз в этом ряду набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5 желтого цвета. И проходим иголочкой через ту желтую, с которой ряд начинался, а также 2 желтых, которые идут сразу же после нее. Вот так вот. Дальше набираем 3 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку с набора по 5. Точнее не вторую, а четвертую, если считать. Вот так. Дальше набираем 3 бисеринки. Точнее, да, 3 бисеринки мы с вами набираем. 1 черную, 1 салатовую и 1 черную. Проходим иголочкой через вот эту вторую бисеринку с набора по 5. Подтягиваем ниточку. Далее набираем 3 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через вот эту вот вторую бисеринку, после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Опять набираем 1 черную, 1 салатовую и 1 черную. И проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Подтягиваем. Далее мы с вами снова набираем 3 бисеринки желтых. Проходим иголочкой через вот эту вот желтую бисеринку. Подтягиваем. Опять набираем 1 черную, 1 салатовую и 1 черную. И проходим иголочкой через вот эту вот вторую бисеринку с набора по 5. Подтягиваем. Снова набираем 3 бисеринки желтых. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через вот эту желтую бисеринку. Подтягиваем. Итак, мы с вами продолжаем до конца ряда. И на этом первая часть нашего мастер-класса будет закончена. Я приглашаю вас на просмотр второй части. Продолжение следует...